Здравствуйте, друзья! Меня зовут Лиза, и сегодня в этом видео мы будем рассказывать вам новости криптоэкологии. Кстати, в этом видео будет объявлен очень интересный творческий конкурс, в котором может поучаствовать каждый и получить много интересных призов, в частности, один ценный, ценный, хороший приз. Вот, а еще возможность присоединиться к нашему проекту. А вообще, в мире экологии хорошие новости. Аравская компания MFG выпустила свою криптомонету, созданную для монетизации экологического ущерба. Звучит достаточно масштабно, не так ли? Поэтому мы позвали Олега Жохова, чтобы он рассказал нам об этом подробнее и объяснил, что же все это значит. Олег Викторович, здравствуйте! Добрый вечер! Итак, по нашей информации, арабская компания Arab Manufacturing and Financial Group выпустила свою экологическую криптомонету. Расскажите нам, пожалуйста, что это и зачем она вообще? Ну, скажем так, появилась криптовалюта, которая создана для общения только в сфере экологии и только с целью решения экологических задач. Тех задач, которые не решают предыдущий период никогда, со времен, наверное, рождения Христа. Хорошо. Еще, по нашей информации, этих монет было выпущено 25 миллиардов токенов с капитализацией в 4,6 миллиардов долларов. 4,6 миллиардов долларов реально. Номинальная стоимость каждого монета 16 центов, 25 миллиардов, кто умеет считать, умножает на 16 центов, получает 4,6 миллиарда стоимость. Портфель, это полный портфель, невозобновляемый ресурс криптовалюту, потому что больше выпускаться их не будет. Понятно. Почему такая большая сумма все-таки в мире осио это большая сумма? В мире пустых осио, да, она, конечно, очень огромная. Если мы говорим о доходе одного человека, мы говорим о благосостоянии большинства людей, разумных людей, которые хотят жить, мы пошли таким образом. Мы долго думали, как обсчитать с компанией стоимость этого проекта, если проект. И решили монетизировать, не прошу ни путь с приватизацией, монетизировать экологический ущерб предыдущего периода, который был на поверхности нашей планеты. Предварительная оценка, она очень быстрая беглая, статистическая оценка, про данную анализу компьютерной информации, у нас около 50-100 миллиардов. Это не углубляет, так, конечно, сумма в тысячу раз больше. Мы решили в основных странах монетизировать этот мусор, то есть этот ущерб, каким образом? Посчитали примерную стоимость данного отхода сегодня в этих странах, перевели на стоимость переработки. Получилось, что сколько нужно денег, 4-6 миллиарда, чтобы в России, Европе, Соединенных Штатах и в Азии, сейчас в 4-5 точках, сейчас более-менее ликвидировать, ликвидировать, а еще Африка, ликвидировать основные, основные, а не все очаги, кошмарные очаги. Каким образом это все можно ликвидировать? Криптовалюта, она сама в себе, ну, это просто криптовалюта, ее надо же появить некую стоимость, ценность. Поэтому, пошли очень простым путем, во время, период проведения ICO при ICO, просто заинтересованные лица компании, профильные компании, имеющие лицензии, организации, занимающие пиаром, средствами массовой информации, творческой интеллигенции, молодежь, спортивные, культурные арт-объединения, имеют право через функцию Airdrop получить бесплатно эти монеты до окончания ICO. Именно до начала ICO и окончания ICO можно получить по льготной, бесплатно или купить по льготной цене. После начала ICO цена будет уже рыночная. Хотя рыночная цена, в принципе, же возникает через месяц, как только монета выйдет на листинг биржи, она выходит, вот, соответственно, через 3-4 недели она будет уже продаваться в листинге. Не продаваться, а она будет находиться в международной биржевой системе. Хорошо. Вот смотрите, допустим, я экологическая организация. Если я правильно понимаю, то я могу получить эти монеты, либо через Airdrop, либо купить по льготной цене. Вы даже видите, зачем им это нужно? Вот, да, вопрос был как раз к этому, что я буду с ними делать, когда я их не учусь. Вот, допустим, экологическая организация или, конечно, желтый газетенок, который пытается поднять волну в поисках блох или действительно монстров экологически, кричит, орет, пишет, пытается поднять общественность. Но денег-то нет, ничего не сделаешь. Ведь наша задача не указать пальцем, вон, смотри, бей того, плохой. Так поступают только слабые, никчемные людишки и гагритенки. Но если вы хотите, чтобы, ну, действительно, у вас есть дети, семья, вы должны думать о том, что после чего после вас останется. Если после вас останется одни враги, которых вы запачкали, ваше жизнь дерьмой не стоит внимания. Если вы действительно хотите, что-то оставить, тогда это монетно предлагает вам, отдается вам первые месяца, месяца бесплатно. У вас нужно набраться терпения два месяца. Не две тысячи лет ждать надо, тогда кто-то из наших современных политических пророков подумает, скажет, ёппарасэте, надо подумать об экологии, почистить этим людишкам природу, да? Нет, два месяца подождите, появляется на бирже, вы можете каждый день, каждую ночь караулить ее статус, монеты, хотя, ну, извините, будут переключаться, и увидите стоимость, вы можете продать бесплатно полученные монеты или очень дешево купленные монеты, подать по рыночной цене, взять эти денежки, пойти, объединиться с такими же людьми, которые также получили функцию арт-дроп на наших сайтах, эту монету, бесплатно, монета рассчитана на всех активных людей из всего мира. Монета рассчитана, предполагает отдаться, сама предполагает отдаться до 1 сентября всем активным людям с активной гражданской социально-экологической позиции в Европе, в Африке, в Азии, в Америке, в России. И кто хочет, получили, и после этого люди начинают объединяться по интересам, по тем проблемам, которые решить, объединяются своими капиталами. Не своими капиталами, а монетизированные криптокапиталами, потому что мир, мир стоит на пороге экономической революции. Ну, то, что сегодня, вот, перечисление обычных фиатных денег, это уже, я не знаю, как это же называется, цельцов, ты же свица, ты балкаси, ругаешь, да, когда из одной страны деньги вышли 2 недели назад, в другую страну, по VIP, свифту, и они не пришли. И при вас же мы сделали криптоперечисление, 0,5 секунды, да, и Асгар, нашим антикарту, как перечисляется, премии вашему канала, сколько ушло времени на перечисление? Меньше минуты. Меньше минуты. А в свифт, в VIP свифт, в публичный свифт, идет уже вторую неделю. Причем это не где-то там, как в России, не при этом, ни при чем тут. Это вот Арабские Эмираты перечисляют в Португалию. Так долго. Это пипец, да? Но суть не в этом. Суть в том, сейчас нужно понять, что не надо тыкать пальцы, не надо искать блог, искать виновных. Сегодня экономика, меняется мир, меняется политика. Мы ее не трогаем, если не наша, меняется экономика, это наша. Вливайтесь в экономические ряды, в крипто-ряды, вливайтесь в эту экономику, начинайте изучать эту ситуацию. Поймите, что это инструмент. Воспользуйте инструмент, не надо ничего придумать, берите эту монету, пока она не вышла на листинг. На биржевой листинг, все, она будет стоить денег. Минимальность на 16 центов, каждая монета, вы будете купить ее, продать, зарабатывать там. Но цена будет расти. Не, ну подождите, волатильность сегодня крипто-рынка, нужно понимать, кто понимает волатильность. В течение дня монета может стоить его столько, а может его столько. Ну, скажу в цифрах, 60% волатильность в сутки, в торговые сутки, ну, составляет волатильность сегодня на рынке. А на фондовом рынке, на ООО, стоит там 3%, 0,3%. И люди там живут, и ничего, и довольны, и бутерброды с максикой кушают. А есть волатильность 60%, и при этом сегодня капитализация всего лишь 400 миллиардов долларов. Это вообще ни о чем 400 миллиардов. Хорошо. Это очень здорово, что вы создаете такой инструмент для людей, которые интересуются, занимаются экологией. Могут ли как-то наши подписчики, в частности, и вообще люди, поучаствовать? Во-первых, давайте скажем, как это будет работать. Во-первых, замысел, наш замысел, мой замысел, замысел разработчиков заключается в том, что чем, чем, идеология, не даже замысел, чем чаще монета употребляется в транзакциях, в обмене, продажах, расчетных, как расчеты не имеются, тем больше капитализации. Мы отделяем сейчас биржу, конечно, биржа будет давать основную капитализацию, но почему? Потому что на самом деле никакие монеты, кроме, наверное, нашей, она будет востребованная, потому что это не будет иметь такой конечной транзакции, потому что у нашей монеты есть потребители, люди, которые хотят жить. Те, кто не хочет жить, они вон там ходят на работу, ждут пенсии, там ждут зарплаты, и никогда и не дождутся, никогда и не дождутся, только наоборот, больше в кредит уйдут. И сегодня, когда мы счастливые люди оказываются, мы живем в эпоху счастливых. Сегодня можно поверить в то, что мы не поверили Чубайшу, когда он делал ваучеры. Поверить в это и только с башкой, с сознанием, с сознанием закона, не рушая законодательства. И просто взять все в свои руки. Вот сегодня наше время пришло на тех людей, которые долгое время терпели, ждали, надеялись. Просыпайтесь, товарищи, просыпайтесь. И осталось год максимум, и все это будет под контролем. Знаете кого? Государство. Не ваше. Вам ничего не останется. 12 месяцев и 12 месяцев того, чтобы что-то с колен подняться. Значит, эта монета будет употребляться в расчетах. То есть, обменные пункты. Мы сейчас идем в работу подключить на кого-то с обменными пунктами, которые в своей работе готовы перейти на расчет криптомонеты. Фантоматы. Автоматы. Это уже нижегородские наши общественники вышли с инициативой, говорят, вот интересно, мы хотели бы, вы могли нам помочь поставить фантоматы? Это кто не знает, я тоже думал, что это фантомат. Нет, это на самом деле такие уникальные машины, которые ты бутылку старую китаешь и 0,2 копейки получаешь. Посчитайте, сколько вашему ребенку надо насовывать туда этих бутылок, чтобы получить 25 копеек. Ну, 25 копеек в моей детстве это эскимос. 12 копеек это обычные копеек, 20, по-моему, половинчик хороший. Это были деньги. Это были деньги. А мы предлагаем исключить расчеты. Если мы говорим, что экология стартуется от начала образования молодого поколения, исключить из расчета фиатные деньги, обычные деньги, чтобы молодежь не зацикливалась на компьютерах, не зацикливалась на фиатах, ну, на обычных деньгах. Пускай они лучше начинают считать и думать. Мы предлагаем расчеты делать криптомонеты. Они кидали, получили там 2, 3, 10, а с газ-то я не знаю. Сейчас есть некая стоимость, посчитали, такая цена. Посмотрели их родители в компьютере, котировка выросла в 5 раз. Иксы. Мы предполагаем, что монета к концу следующего года даст 10 иксов. Кто не знает, иксы это умножение на 100. 10 иксов умножаем 100 раз по 100. То есть, если она сейчас стоит 16 центов, умножаем на 100, 1 доллар 60 центов. Правильно пишут? Конечно, стоимость монеты прогнозируемая минимальная к концу 2019 года. Это нормально. Но при этом монета будет падать и подниматься, потому что это живой инструмент. Как человек болеет, температура может быть 39-40. Но это не означает, что он мертвый. У человека может быть 35, и давление упало. Это не означает, что он мертвый, что он все, мусырь лопнул. Он не лопнул. Он просто выпустил лишний воздух. Он просто организм устал. Так и живая монета. Если расчетная единица, монета, стабильная, как в Африке, она мертва. Вы знаете такие монеты, которые вообще не колеблются. Но они мертвые монеты. Если вы будете расчетаться мертвыми монетами, вы становитесь кем? Зомби. Главное, нужно взять мультик какой-нибудь и ходить по улице с зеленой краской на массовое лицо. Поэтому, да. И вот это, значит, опять-таки кодекс проекта. Проект, когда монеты в расчете, отменные пункты меняются, между собой рассчитываются, при этом сохраняет фиатный расчет обычные деньги. Мы ни в коем случае не меняем, не исключаем возможность расчета тех компаний, которые хотят в обычных деньгах, расчеты в обычных деньгах. Это вообще не пересекается. Сегодня же есть курс криптомонет в доллары, и есть доллар. Никак эти курсы друг на друга не влияют. И стоимость полиэтилена, если сегодня бутылки лимонадные, она стоит 13 рублей килограмм, то есть одна бутылка стоит 0,5 копейки, или копейка, да, то она и будет стоить этих гребанных несколько копеек в рублях или в долларах. Но в криптовалюте она будет стоить уже тоже так же очень мало вроде бы на стартапе. Какая-то часть Асгарда. Но этот Асгар, 60% волатильности, позволит ему стать нормальной расчетной монетой. Это можно посмотреть в интернете, как валюта растет. За 2008 года по северный период капитализация монет составила 45 тысяч процентов. Реальный процент. Это не МММ, это не пузырь, который лопнет. Пузырь лопнет, когда вот, бах, курс 64. Это что, перекачали или не качали? Да, значит, мы подумали, что, возможно, мы могли не учить все возможные варианты расчета за это капитомоненту и могли не смоделировать идеальный мир с идеальным экологическим балансом, где данный баланс был создан и поддерживается именно доступной, не капитализированной, и не от слова капитализации, а от слова капитализма. Не капитализированной монетой, а действительно саморазвивающейся, с абсолютно независимой криптовалютой. И мы предлагаем конкурс. Мы предлагаем три места за три предложения. Кто продумает предложение, как должен быть устроен идеальный экологически чистый мир, где в расчете, на этой планете расчетуются только этой одной монетой. Нормальные монеты. Мир, в котором нет бедных, нищих. Мир, в котором нет грязи и хаоса. Но есть это монеты, которые достаются легко и которые имеют такой эффект. Поэтому три приза. Первый приз – 100 криптомонет. Второй приз – 80 криптомонет. Третий приз – 50 криптомонет. Ну и, конечно, главный приз, обо нем скажешь ведущий. Конечно. Для того, чтобы немножечко еще больше вас смотивировать, мы решили, что от очередных призов вы не откажетесь. И приобрели вот такой вот планшет Lenovo Yoga Tab 3+, который показался нам вполне себе хорошей мотивацией для того, чтобы вы поучаствовали в этом конкурсе и придумали что-то по-настоящему новое для нас. Так что победитель, то есть тот, кто получит первое место вместе со 100 монетами Asgard, получит и этот планшет. Победитель будет выбран позднее. О нем мы заявим в видосе, в следующем нашем. Вот. Так что, пожалуйста, вы можете стать обладателем этого планшета. Статус монеты вы можете... Да, монеты выпущены на базе Ethereum, на базе блокчейн Ethereum. Стандарт RSC 20. Те, кто хотят посмотреть статус этих монет, вы можете найти Ether Scanner. Это платформа, блокчейн-платформа Ethereum, международная платформа, как и Википедия, только крипто-Википедия. И там вы можете ознакомить с этой монетой и ее статусом. Так что дерзайте. Не пропустите этот последний вагон уходящего, нового поезда, новую экономику. Иначе вы останетесь на свалке. А за разбитием этой монеты и за всем проектом Asgard вы можете следить с помощью наших видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И если бы хорошо получилось, вы останетесь на свалке старой своей фиатной бумагой. А, рубли, доллар, не имеет значения. И будете махать всем. До свидания. До свидания всем. До свидания. Пока. Кстати, следите за нашими новостями вы можете не только на нашем YouTube-канале. Также у нас есть целых два телеграм-канала, один на русском и один на английском языке, посвященные криптоэкологии. Ссылки вы найдете в описании. А вообще следите за последними новостями, смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем всего хорошего. Пока.